SCP-144. Тибетский канат в небеса. Класс объекта безопасный. Особое слово и содержание. SCP-144 нуждается лишь в присутствии наблюдателя из организации, который будет отслеживать ситуацию с объектом и докладывать о ней фонду. Тибетские монахи, которым принадлежит это место, живут в уединении и отдалении от мира. Вокруг маленькие горы, на которой находится SCP-144, скапливается густой туман. Сама же гора расположена между двумя большими горами. Данные удалены и данные удалены. Туман остается на месте большую часть года, и сам канат не виден с расстояния больше, чем 3 километра. По договоренности с правительством Китая, в радиусе 70 километров от объекта запрещены полеты любых летательных аппаратов. Снимок SCP-144 с относительно близкого расстояния с соседней горы. Храм внизу не виден из-за тумана. Описание SCP-144 находится в монастыре на маленькой горе в Тибете и представляет собой тонкий натянутый пеньковый канат толщиной 12 миллиметров, привязанный к нефритовому кольцу, которое прикреплено к полу храмового дворца. Среди научных сотрудников место получило название «Отправная точка». Другой конец SCP-144 тянется далеко вверх, к неразведанному пока спутнику Земли, находящемуся на геостанционарной орбите на высоте примерно 39 километров. Получил название «Вершина». Другой конец SCP-144 Радиоуглеродный анализ волокон SCP-144 показал, что канату примерно 1400 лет. Антропологи считают, что канат и традиция лазания по нему исходят из древней, ныне мертвой религии, существовавшей до того, как император Сонг Цен Гампо принес буддизм народам Тибета. Считается, что тогда канат был на несколько километров длиннее. Приставленные к нему монахи говорят, что кольцо из нефрита было сделано в IX веке по приказу царя Рал-Пачана, чтобы горный ветер не мотал канат по окрестностям. Несмотря на несколько раз в год, верховные монахи отвязывают канат от кольца и перевязывают узел. Согласно условиям, канат уходит в небо на скорости примерно 180 сантиметров в год и с ускорением в одну сторону в 0,01 сантиметра на год в квадрате. Канат осталось всего несколько сотен метров и монахи не уверены, что делать, когда канат закончится. Некоторые надеются надставить его новыми отрезками. Другие же считают, что новый канат не будет таким же прочным, как и старый. Ведутся исследования того, как волокнистый канат просуществовал 1400 лет, сохраняя огромную прочность на разрыв. Выдерживает суровый холод и метеорологические условия верхних слоев атмосферы и при этом способен выдерживать не только лезущих по нему людей, но и свой собственный огромный вес. 39 километров каната. В случае, если вершина удаляется от Земли, ее воздействие на SCP-144 также не ясно. Относительно четкие снимки вершины удалось получить только с наземных телескопов, с которых видно, как SCP-144 тянется вверх и уходит за край напоминающего астероид камня, шириной в несколько сотен метров. Спутниковые фотографии обратной темной стороны вершины сделать не удалось. Существует теория, что орбитальные спутники настроены на такую глубину резкости, что фотографировать поверхность Земли или дальний космос, а не относительно близкие спутники Земли. Исследователи расходятся во мнении, почему же изображение темной стороны вершины получается мутным и не в фокусе, что делает невозможным изучение темной стороны. Приложение 144-4. Несколько сотрудников класса D предложили свободу, если они сумеют забраться на вершину и вернуться обратно. Монахи несколько раз приводили свои доводы против такого действия, но сопротивления не оказывали. Из шести принявших это предложение сотрудников, четверо вернулись на отправную точку с жалобами на нехватку воздуха и затрудненным дыханием. Один на максимальной скорости ударился об землю, судя по всему, соскользнув от усталости. Последний до сих пор не вернулся.